МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Команда своего ТВ продолжает работу, чтобы вы могли узнать обо всех событиях, происходящих в крае. Меня зовут Никита Шишков, и вот о чем пойдет речь далее. Итак, день Икс настал. На Ставрополье стартовала сдача единого государственного экзамена. Со взволнованными выпускниками пообщалась Виктория Шкальная. Несмотря на огромное количество предупреждений о телефонном мошенничестве, люди продолжают переводить деньги злоумышленникам. На что ведутся и как не стать жертвой телефонных хулиганов. Репортаж Екатерины Сегида. И необычная находка в Железноводском озере. Что обнаружили на дне водоема, расскажем в конце выпуска. Теперь подробнее. В Шпаковском и Играчевском округах сразу несколько сел обеспечат бесперебойной водой до конца этого года. Это 33 тысячи человек. На участке начали второй этап ремонта Шпаковского группового водовода. За сезон заменят 21 километр труб. И как отметил губернатор Владимир Владимиров в своем телеграм-канале, первый этап ремонта в прошлом году закрыл водный вопрос для жителей Старомаревки и Надежды. Теперь же в грядущие месяцы краю предстоит полностью обновить 19 больших объектов водоснабжения. Ну а тем временем по всей стороне пора экзаменов. На Ставрополье написали самый массовый ЕГЭ по русскому языку. А в этом году тест сдали более 600 тысяч российских школьников. Но какой вот настрой у ставропольских выпускников? Приметы «удачные сдачи» вспомнила Виктория Шкальная. У кого-то сегодня беззаботный весенний день. У других же без преувеличений решается судьба. Пятый лицей города Ставрополя. Совсем скоро здесь пройдет единый государственный экзамен по русскому языку. Мы готовы вам показать, что же ждет выпускников там внутри. Сначала общий сбор. В пятом лицее экзамен сдают 11-классники из нескольких школ краевой столицы. А сейчас самый сложный этап ожидания. Повторять правила уже бессмысленно. Остается лишь поддерживать друг друга и надеяться на полученные знания. Для многих утро перед экзаменом прошло волнительно. Но кто-то наоборот уверен в своих силах и знаниях. Так сильно переживала? Ну да, накрыла немного. А сейчас как все чувствуешь? Ну уже получше, но все равно такое состояние подшатанное. Все повторили, выучили? Да. Да, как-то не очень уверенно. Так, а шпоры взяли? Нет, некуда. Настрой достаточно уверенный. Весь год упорной работы. Будем рассчитывать на хорошие баллы. И на действия школьных примет. В школу? Не, в аудиторию. Работает? Ну, на ОГЭ работала. Все приметы сделали, разные носочки надели. Еще какая? Пятяк под пяточку. Ложили. Да, да. А шпоры взяли с собой? Нет, конечно. Почему? У своих знаний уверены. Так, ребят, а что вообще можно с собой брать на экзамен? Партфор, ручки, можно орехи или шоколад. Так, это чтобы мозги работали, правильно? Да. Мама сказала обязательно. Без орехов на экзамен нельзя. Экзамены еще не сдали, а настрой уже боевой. Кем хочешь быть? Юристом. Психологом. Менеджером. Тренером. Я на экономику пойду. Я точно. Я улечу в Питер, поступлю на рекламу связи с общественностью. Я бы тоже хотела либо рекламу связи с общественностью, либо менеджмент. А вот учителя переживают порой больше самих школьников. Каждый год наша школа дает 100 бальников. Ну, в общем-то, дети настроены хорошо. А вы, как руководитель, волнуетесь своих детей? Волнуюсь, конечно. Я, как мама, выпускающая. Волнуюсь даже больше, чем они. Софья Андреевна. Время идет, и пора в кабинеты. Следующий уровень проверки – арка металлоискателя. Школьник с собой может пронести только паспорт и ручку. Поэтому все металлические предметы остаются за этой дверью. Но если же арка пропищала, специалист проверит повторно. Это нужно оставить здесь. На этом наблюдение за школьниками только начинается. Впереди самые пристальные глаза – камеры. У каждой аудитории по две камеры. И в штабе, конечно же, тоже. Что является таким важным элементом наблюдения за процедурой, за организацией. И, соответственно, за сдачей материалов, обязательно, которая происходит в штабе. За проведением экзамена следят не только спецприборы и камеры, но и непосредственные наблюдатели. Мы смотрим за тем, чтобы экзамен прошел успешно, без каких-либо неисправностей. Ну и смотрим, чтобы у детей была хорошая обстановка и никаких нарушений не было. Если вдруг приходят нарушения, допустим, по камерам, мы обязательно отписываемся и опровергаем ошибку или подтверждаем ее. На территории школы обязательно работает медпункт. Первая необходимость – там все есть. Валерианка, там глицин, там может у кого-то капельки аллергии от бронхиальной астмы, оказание первой помощи. Все есть у нас. Давление померить, да? Давление обязательно померим. Давление есть, препараты для давления. Все у нас есть. В этом году в России экзамен по русскому языку сдают больше 600 тысяч человек. Результаты своих трудов школьники узнают не позднее 16 июня. Здесь никаких отклонений от нормы. 10.00, а значит, экзамен начался. Впереди у школьников 3,5 часа работы. Время на то, чтобы показать результат 11-летней учебы. А желают удачи всем выпускникам. Виктория Шкальная и Олег Байкулов. Ставропольское телевидение. А теперь тема, которая, наверное, никогда себя не исчерпает. Не верьте незнакомцам в телефонной трубке. Это могут быть мошенники. Однако люди охотно верят каждому слову и переводят злоумышленникам миллионы рублей. Особо часто стала срабатывать схема с псевдоавариями. Кто чаще всего страдает от рук жуликов и как не стать жертвой обмана? Екатерина Сегеда вывела несколько несложных правил. Ну а дальше по заранее утвержденному сценарию. Трубка передается якобы правоохранителю, который настойчиво начинает у потенциальной жертвы выпытывать деньги. И, к сожалению, во многих случаях злоумышленникам это удается. Чаще всего от рук телефонных мошенников страдают люди старше 60 лет. Цель у мошенников всегда одна – зацепить за живое. И если это удается, считай, дело в шляпе. Напоганный пенсионер постарается во что бы то ни стало помочь своему близкому человеку. Звонит человек и жалобный голос начинает плакать в трубку. Помоги, я попала в ДТП. Он не обращается бабушка, мама, тетя. Абсолютно. И человек в состоянии эффекта сам предполагает, кто это может быть. Говорит, там, Аленушка, или Ванечка, или Алексей, это ты. И уже человек, воспринимая это, говорит, да, это я. Вот так жертва сама дает возможность себя обмануть. Несколько минут разговора с незнакомцем, и человек уже отсчитывает сумму на оплату ущерба от липового ДТП, либо на якобы срочную операцию близкому. После к жертве мошенника приезжает курьер и забирает наличные. И только потом обманутые перезванивают на номер родственника, чтобы узнать, все ли в порядке. А в ответ слышат, что ничего и не было. Из опыта уголовного розыска установлено, что в основном злоумышленники звонят из других стран, а в качестве курьеров выступают местные. При трудоустройстве в качестве курьера, как правило, их очень грамотно инструктируют о тактике поведения при их задержании и о том, что говорить правоохранительным органам. Как правило, трудоустройство происходит через телеграм-каналы, в которых они с будущим работодателем заключают устный договор. И в процессе реализации этого договора человек, выступающий в качестве курьера, записывает видео, на котором прикладывает к своему лицу паспорт и сообщает о том, что он готов совершать преступления в отношении жителей Ставропольского края. Курьерами становятся в основном молодые люди до 21 года. Тем самым губят не только свою судьбу, но и жизнь человека, который отдает наличные. Желание быстро заработать часто оборачивается тюремным сроком. Только за неполные пять месяцев этого года на Ставрополье совершено больше 200 подобных преступлений. Ущерб от телефонного мошенничества почти 30 миллионов рублей. Чтобы не стать жертвой телефонных хулиганов, достаточно придерживаться простых правил. Игнорируйте звонки с незнакомых номеров. Если все-таки ответили, а голос в телефонной трубке представился родственникам, сбросьте вызов и перезвоните тому самому родственнику. Помните, правоохранители и сотрудники банка никогда не просят по телефону о переводе денег. Не передавайте наличные незнакомцам. Не сообщайте никому номера и пароли от своих банковских карт. И если вам позвонил мошенник, сразу обращайтесь в полицию. Всегда на чеку Екатерина Сегеда и Иван Шаталов. Ставропольское телевидение. Железноводка все-таки не зря носит свое имя. На дне курортного озера водолазы нашли в воде повышенное содержание железа. Да настолько повышенное, что аж целый кусок железной руды. Все по-честному магнитится. Кстати, в городадминистрации сообщили, что это не первая интересная находка. В прошлом году под водой нашли старые каменные шары, которые когда-то, несколько десятилетий назад, служили украшением курортной лестницы. Ну а еще больше новостей есть на нашем сайте stv24.tv. Нам пишите в WhatsApp и Telegram по номеру 8 928 350 80 70. И подписывайтесь на нас в социальных сетях. Далее прогноз погоды. Я же на этом с вами прощаюсь. Меня зовут Никита Шишков. До встречи. Здравствуйте, друзья. Прогноз погоды на вторник, 30 мая. Центральные территории пасмурно и точка. Без осадков. Днем не выше 24 тепла, а ветер 4 метра в секунду. Световой день 15 часов 19 минут. Ультрафиолет высокий. Магнитное поле спокойное. Казминводы. Там тоже весь день небо хмурое и только в Кисловодске облачно с прояснениями. Днем в Пятигорске плюс 25, в остальных не выше, чем 23 тепла. Без осадков ветер 3 метра в секунду. Северо-восток края. Там такая же картина, облачно с прояснениями, ветер 4 метра в секунду. Но будет жарко и без осадков. Днем до плюс 29, а вечером плюс 22. На сегодня о погоде все. Увидимся.